Первое февраля в народном календаре отмечено как Макарьев день. Прозвище Макара – веснаукащик, само говорит о своем происхождении. По этому дню на Руси судили о весне. Ясная погода предвещала, что тепло придет скоро. На Макара копель в весну раннюю верь. А вот если в этот день мела метель, ее же следовало ожидать на Масленицу. Кроме того, погода на Макара предсказывала погоду на весь февраль. Но холод в этот день, а значит и в течение всего месяца, говорил о том, что лето будет благоприятным. Нам прогнозы сулят теплый и снежный первый день февраля. На предстоящей неделе ожидается неустойчивый характер погоды. С осадками, колебаниями температуры воздуха, перепадами атмосферного давления. Сегодня, во второй половине дня и первого февраля, под влиянием североатлантического циклона запада, на территории нашей области ожидается снег. В отдельных районах, возможно, с мокрым снегом. Возможны гололедные явления и пока еще тепло. Ночью 1 февраля минус 6, минус 1 градусов, днем минус 5, ноль. В ближайшие сутки ныряющий атмосферный вихрь, смещаясь вдоль западных границ нашей страны, продолжит осыпать снегом центральную часть. За 24 часа прогнозируется до 4 миллиметров осадков. Видимость в зарядах снега будет ухудшаться до 1 километра. Ожидается, что в ночь на вторник снегопады усилятся. По словам синоптиков, за двое суток может выпасть около 10 миллиметров осадков. Четверть от месячной нормы. При таком прогнозе сугробы могут вырасти до рекордного уровня. Температурный фон понизится. Ночная температура воздуха составит минус 12, минус 7 градусов, днем минус 8, минус 3. Выходные дни 5 и 6 февраля также не обойдется без снега. Температура будет соответствовать климатической норме. Ночью минус 15, минус 10 градусов, днем минус 10, минус 5. В январе выпало 200-210% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова сейчас в Рязанской области от 36 до 59 сантиметров. При этом 31 января не по сезону довольно тепло. Температурный фон превысил многолетнюю норму почти на 9 градусов. На дорогах в ближайшее время ожидаются снежные заносы и гололедица. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».